В Ашхабаде сегодня стартует саммит лидеров СНГ. Накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В повестке встречи глав государств – широкий круг вопросов экономики, борьбы с терроризмом, гуманитарной сферы и спорта. Кроме того, для лидеров такие встречи еще и возможность обсудить двусторонние отношения. Предваряли саммит Содружества переговоры министров иностранных дел стран объединения. По итогам утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами. Это поможет теснее координировать деятельность на международной арене. 33 новых вида отечественных лекарств поступили на фармрынок за последние 3,5 года. Прежде всего, это препараты для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, также противоопухолевые и антивирусные средства. Сейчас основная задача белорусских фармацевтов – увеличение доли отечественных лекарств на рынке. Это одна из целей программы развития фармацевтической промышленности. Актуальные вопросы ее развития обсуждают сегодня в Минске в ходе международной научно-практической конференции. Участие в форуме принимают ученые и специалисты из Белоруссии и России. Участвование представителей творческих профессий впервые прошло в столице в новом культурном учреждении – Центре духовного возрождения. Белый зал принял порядка 150 человек со всех регионов страны. Это библиотекари, музейщики, артисты, художники, музыканты, а также те, кто занимается подготовкой будущих профессионалов. Почти 65 тысяч работников культуры Беларуси отметят свой профессиональный праздник в это воскресенье.